Ну что, по традиции, начнем с рывков и прорывов. Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу Свердловского регионального отделения Движения Первых Наталью Ермаченко, подозревают даму в мошенничестве, причем в особо крупном размере. Четыре с лишним миллиона рублей тетенька присвоила по сообщениям местных СМИ для тех, кто не в курсе, Движение Первых это детская патриотическая организация вроде советских пионеров. Появилась относительно недавно, в прошлом году, по инициативе Владимира Путина, он же, кстати, возглавляет Наблюдательный совет данной структуры. Так вот, бывшая руководительница Свердловского отделения юных патриотов проворовалась. Выяснилось это только сейчас, а вот попалась госпожа Ермаченко видимо раньше, потому что бортанули ее с должности еще в марте, но там же выборы были. По всей видимости, решили ребятки не портить картинку, хотя, мне кажется, кашу маслом не испортишь. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел выплуждено. Состоялись уже решения судов. В тюрьме люди сидят. Да ну нахуй! Ну, если серьезно, скажите честно, кто-нибудь удивился? Напомню, еще Салтыков Щедрин писал, когда в России начинают говорить о патриотизме, значит, что-то где-то украли, хотя это, конечно, печально. Воровство в наше время стало ведь чем-то обыденным, даже дня не проходит, чтобы в ленте новостей не появилась заголовка «Очередной чиновник запачкался в коррупции», но тут-то детская организация, претендующая на звание главной в стране, лично Путин возглавляет год. Организация всего существует, а эти уже пилят, и он, я подозреваю, только вершина айсберга. Там сейчас всю ячейку трясут, проверяют, поэтому вполне вероятно еще какие-нибудь подснежники на поверхность повылезают. И вот в этом все патриоты, среди них идейных, кот наплакал, а денег на всю эту историю выделяется море. Ну вот, чтобы вы понимали, бюджет новых пионеров на текущий год 19 миллиардов рублей, сумма сопоставимая с бюджетами таких регионов, как Калмыкия или еврейская автономная область, и это только то, что идет по линии Минфина, уверен. Еще каких-нибудь спонсоров нагибают от бизнеса, ну а как, патриотическое же движение-то сам курирует. Нужно ли объяснять, туда, где начинает пахнуть серьезными деньгами, такие вот Ермаченко, как мухи, слетаются. Плевать они хотели и на детей, и на патриотизм, бабло. Вот истинная любовь всех этих недопатриотов. Реальная журналистика из полей доносится печаль. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А иноагент все равно ты. Кстати, об иноагентах. Медведев тут на медне, видимо, снова подгорячительным, очередным опусом в Телеграме разродился, в котором призвал перестать миндальничать с иноагентами и ужесточить контроль за их деятельностью, а еще установить уголовную ответственность и постепенно довести число заклейменных внимание до тысяч. Обалдеть! Они уже о разнарядке думают, то есть давайте клеймить людей просто так, по плану. Есть, например, план в 2024 году внести в этот перечень, в перечень иностранных агентов 10, 20 или 100 тысяч россиян, поэтому вы им да положь и чихать, что данные ярлыки так-то навешивают на кого попало и непонятно за что, теперь, видимо, совсем от фонаря клеймить станут. План-то надо выполнять. И вышел на улицу в турецких джинсах иноагент. Включил в музыке в машине Битлз или Джона Бон Джоави иноагент. Купил в магазине кусок швейцарского сыра иноагент. И это не смешно ни разу. Вот эти вот медведевы в своем бреду до такого дойдут, можете даже не сомневаться. Даже при обострении классовой борьбы, при всей нелепости тогдашних обвинений и прочее-прочее, в 30-е годы в смысле, там хоть указывали, чей иноагент. Там хоть придумывали, что Тухачевский вроде немецкой разведки, а Блюхер японской. А чьим? А чьим? А чьим? Да, тоннель копают от Бомбея до Лондона. Чей иноагент? Монеточка. Чей? И они все еще ссылаются на какой-то там американский закон. Ну, в американском-то законе там совершенно ясно. Это вот политический лоббист того-то. И он регистрируется, как политический лоббист того-то. Чьим агентом является Гребенщиков? Не охуя знает. Давайте на конкретных примерах так будет понятнее. Раз. Мой коллега-журналист Дмитрий Муратов внесен в перечень физлицина агента в 2023 году. А за что он попал в эти списки, знаете. А я расскажу за то, что участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. То есть, грубо говоря, за то, что работал журналистом. Занимался журналистской деятельностью. И, кстати, распространять материалы иноагентов не запрещено законом. Нужно просто соблюдать определенные правила. Вот я говорю о Муратове. Я должен сообщить или указать титром, что этот человек внесен Минюстом в перечень иностранных агентов, что я, собственно, и делаю. По этим же правилам работают государственные СМИ. Но вот в отношении Нобелевского лауреата Муратова оказалось, что данный закон не работает. Нобелевскую премию мира человек получил даже в советское время. Во времена железного занавеса это считалось поводом для гордости, а теперь вот основанием для попадания в другие списки. Не кажется ли вам, спрашивает Георгий, что за последнее время ваше утверждение «все все понимают» утратило актуальность? И на самом деле в конце фразы должен стоять знак вопроса. Георгий должен, к сожалению, с вами согласиться. Это грустно или весело? Это печально. Еще один мой коллега 2, да, Алексей Пивоваров. Этот внесен в перечень иноагентов в июне 2022-го. За что? Не поверите. За профессиональную премию, которую ему вручили иностранные коллеги, вы не ослышали. Зарубежные журналисты признали нашего Пивоварова лучшим в профессии, отметили человека премией. Все. Иноагент, блин, слушайте, если от этого отталкиваться, тогда всех олимпийских чемпионов иноагенты давайте запишем Никиту Михалкова, кстати, туда же. А почему нет? Напомню, что в 1995 году Американская киноакадемия присудила Михалкову Оскара. Точно такая же профессиональная премия иностранных коллег. Так, а еще у Никиты Сергеевича есть золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля, золотой лев из Венеции, золотая раковина из Сан-Себастьяна. Однако данного господина почему-то не вносят в перечень иноагентов, а Пивоварова вот внесли. Дмитрий Демушкин, Дмитрий Потапенко, у него обновление статуса. 756. Да, помимо всего, он еще теперь у нас иностранный агент. Был просто не системная сволочь, а теперь еще иностранный агент. Ну, вопросы, кстати, вот я здесь, мы в понедельник проводили эфир. И много вопросов задавалось первое. В интересах какого государства ты работаешь, иностранный агент? Ну, они знают. Они знают. Я не знаю. С Потапенко, кстати, еще более абсурдная ситуация. С3 забыл сказать. Человек уже 100 лет не ведет политической деятельности. Он вообще бизнесмен, а точнее кризисный менеджер. Чтобы было понятно, что это за зверь такой, когда у какой-то коммерческой структуры начинаются проблемы в бизнесе, с финансами, в управлении. Короче, когда дела у компании пошли плохо, собственники этой компании нанимают кризисного менеджера, и он помогает выйти из тупиковой ситуации. Собственно, этим Потапенко и занимается. А еще выступает в публичном пространстве в качестве эксперта, по вопросам экономики, про экономику рассказывает. И вот на тебе. В иностранные агенты угодил. И вот теперь мы подошли к главному. Знаете, за что? Держитесь покрепче за то, что давал интервью иностранным журналистам, а также российским их коллегам, имеющим статусы иностранных агентов, интервью человек давал иноагент. Итак, главная мировая тема сегодня, которую обсуждают повсеместно, это интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсона. Интерес колоссальный. Ведь, по сути, впервые за два года российский президент смог развернуто донести до западной аудитории нашу позицию. Кстати, классные примеры. Ведь президент Путин тоже дает интервью иностранным журналистам. В данном конкретном случае беседует с американцем Такером Карлсоном. Два часа эфирного времени беседует. Все российские СМИ после то интервью обсуждали, тиражировали. Ведь никому в голову не пришло заговорить об иноагентстве на этом фоне. Да что там заговорить? Подумать об этом никто не решился. И да, не только Путин иностранцам интервью раздает чиновники. Депутаты этим занимаются и можно. А Потапенко ровно за то же самое в список иноагентов вносят. Ты втираешь мне какую-то дичь. К слову, да и сам закон об иноагентах очень интересно написан. А знаете ли вы, что по нему признать оорогом, например, представителя власти нельзя? А слово совсем. Пропагандиста, если он работает в государственном СМИ, тоже. Представителя церкви нельзя признать иноагентом, политическую партию нельзя. Прикольно ребята придумали. По идее, вот этот вот закон должен быть направлен как раз на госслужащих. И в первую очередь именно на них. Потому что продавшийся чиновник, депутат или журналист федерального телеканала намного больше бед способен натворить, чем все вместе взятые кац. Я думаю, любой нормальный человек он ее понимает. Но нет, этих трогать нельзя, даже когда они попадаются. Это другое. Вы что, ебаные, друзья? Вы ебаные совсем? Чтобы за примерами далеко не ходить, вон, в начале недели скандал разгорелся. С мэром утонувшего Орска про чиновника накопали такое. Выяснилось, что практически вся его семья живет за границей в данный момент. Причем в стране, которая очень дружна с ненавистными США. Если бы про меня что-то подобное нарыли, меня бы задним числом еще в прошлую пятницу в список иностранных агентов вынесли безо всяких разговоров. Ага, разговоров о главе затопленного российского города даже ай-яй-яй не сказали. Типа, ну и что тут такого страшного? Я балдю, дорогая редакция. Там, кстати, тоже не мед. Там очень жарко. И очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. А вообще, я к чему сегодня данную тему-то поднял? А просто, когда в следующий раз кто-то захочет покричать, мол, иноагенты, это враги, ля-ля-ля-та-па-ля. Посоветуйте таким людям зайти на YouTube, на страничку нашего канала и посмотреть вот эту вот мою программу. Это медицинский факт. Но большинство иностранных агентов в сегодняшней России действительно случайные люди. Ну вот, я вам несколько примеров привел. Один нобелевский лаврят. Второй премию профессиональную получил в качестве признания заслуг. Третий, вообще просто интервью иностранцу дал. А сам закон очередной репрессивный закон для неугодных, для тех, кто рожей не вышел. Некоторое время назад, когда мочили несистемную оппозицию, мы с вами уже говорили о том, что на оппозиционерах все не закончится. Пересажают их, примутся за нас, с вами таковы правила игры. Диктатуре всегда нужен какой-то враг, а кого записывать во враги, им не важно, ты виноват. Лишь в том, что хочется мне кушать, помните, как у Ивана Андреевича, ну вот. Ладно, все переваривайте, это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok